Висковарня Бен Невис Висковарня Бен Невис или Бен Невис Дистиллери Расположена в городке Форт Виллинс у подножия горы Бен Невис Самой высокой горы в Англии 1345 метров Висковарня выпускает 10-20 летние виски Висковарня была заложена в 1845 году Длинным Джоном или Лонг Джон Макдональдом Кстати говоря, шотландская блендет виски Лонг Джон названа в честь него А в 1856 году со смертью Лонг Джона Висковарня перешла к его сыну Дональду Макдональду В фойе есть небольшой музейчик, такой симпатичный В котором есть вот такая вот замечательная штуковина О которой мы поговорим в дальнейшем Это фактически станция контроля за крепостью и за качеством дистиллянта Вот там справа видны спиртометры Это что-то типа нашего петуха такого обыкновенного Весьма красивая штука Идем дальше Поднимаемся чуть-чуть выше Попадаем в место приемки солода Надо сказать, что солод они Сами не делают, а получают с фермских хозяйств Вот сюда приезжает грузовик с солодом И по этому конвейеру солод поднимается наверх для дальнейшего использования Следующее помещение Машхаус Или, если это перевести на русский, затирочный цех Это помещение, посредине которого стоит здоровенный неростовый бак Который называется Маштун У него сверху есть электромотор Который перемешивает внутри содержимое Сюда попадает вода и солод И поддерживается, соответственно, температура Он видно там над дверьми пар идет Теперь давайте заглянем внутрь Вот видно, все время вот эти такие шнеки Они крутятся и перемешивают постоянно солод вместе с водой Которая все время падает сверху И содержимым при поддержании температуры Достигающие 25 градусов Весь процесс длится 7 часов За это время крахмал и зерен переходят в раствор, в жидкость И впоследствии превращается в сахар Горячий раствор жмыха и, собственно, воды Попадает вот в такой кулер В котором охлаждается где-то до 12 градусов И даже чуть меньше А жмых отфильтровывается И идет обратно на фермерские хозяйства Для накорм скоту Следующее помещение, в которое мы попадаем Это бродильный цех Большое помещение, в котором находятся 6 неростовых бродильных чана Вот таких вот огромных И 2 старых деревянных чана дубовых Заглянем внутрь бродильного чана Хорошо видно, как дрожжи, добавленные к жидкости, полученные из затирочного цеха Начали поглощать сахар, вырабатывать алкоголь и вырабатывать газ Вот эти пузыри на поверхности и пена Выход продукции в этих, при этом брожении, к моему удивлению, весьма низкий Всего лишь 8% алкоголя в этом вот пиве Видна хорошо вот эта палка-мешалка, подсоединенная к электромотору сверху Итак, мы попадаем в сердце завода, в его дистилляционный цех Хорошо видно, что здесь 2 самогонных аппарата Справа 2 и слева 2, работающих в паре друг с дружкой Дальше я объясню подробно Я буду останавливать в некоторых местах камеру, чтобы объяснить, что, собственно, происходит Итак, рассмотрим эту пару двух аппаратов Каждый из них, собственно, все 4 Это обычный котел, в котором подогревается брага Соответственно, это пиво 8 градусное И по такой гусиной шее, в которой она охлаждается Попадает в вертикальную трубу В которой стекает конденсат вниз И попадает вот в середине Вот сейчас видно между двумя вертикальными трубами Такой медный ящик Это тот, что был виден в самом начале видео Там стоят спиртометры И руководитель процесса наблюдает за ним Как только в правом котле он видит, что прошли головы Он переключает тело на то, чтобы оно перетекало в левый котел В котором начинает опять подогреваться И опять конденсироваться и стекать вниз Таким образом, это два котла, работающих последовательно один за другим И общий выход спирта после двух таких перегонок будет 72% Тогда как после первой перегонки в правом котле он достигает 23% Вот сейчас видно на врезке фотографию вот этого узла проверки Которое было показано также в начале Хорошо видно с правой стороны спиртометры А два других отделения с левой стороны Это выходы из двух котлов Ну или если хотите из двух самогонных аппаратов Собственно вот и весь процесс Он практически просто процесс непрерывной перегонки С двумя самогонными аппаратами То же самое, как мы делаем с одним А потом с одним самогонным аппаратом перегоняем просто два раза А потом мы пошли на двор, где хранятся бочки Все бочки, которые они используют, вторичные Из Испании, Португалии, Франции и Америки Это то, что нам рассказал эскурсовой Они из-под портвейна, мадеры, шерри, красного вина, коньяка, бурбона и рома В каждый вид бочки наливается один и тот же дистиллянт Правда через 10 лет полученная виски Будет называться совершенно по-разному В зависимости от того, в какой бочке она выдерживалась Что в общем логично Вот собственно и все Вот такое было у нас путешествие по дистиллере Бен-Невес Что находится в городке Форт-Вильям в Шотландии Спасибо, благодарю за внимание Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал С вами был Грингрок Пока, бай